В Никеле продолжается строительство нового визит-центра заповедника Пасвик при поддержке Кольской ГМК. С ноября прошлого года строители демонтировали внутренние проемы, лестничные площадки и шахту лифта, а буквально на днях закончили работы по заливке полов. На стройплощадки побывала наша съемочная группа. Пристройка типовой многоэтажки в Никеле меняется буквально на глазах. Еще недавно здесь были горы мусора, а сейчас четкие проемы внутренних перекрытий, ровные полы. С каждым днем контуры будущего визит-центра заповедника Пасвик становятся все более очевидными. В течение последних 20 дней, 4 марта, мы занялись изготовлением полов на цокольном этаже и на первом этаже. Полы по заданным отметкам заливаются цементно-песочным раствором. Толщина слоя от 3 до 10 сантиметров выравнивается уже под плитку, где под плитку, где под линолеум, под всякое покрытие, которое предусмотрено проектов. В цокольном этаже 430 квадратных метров полов уже подготовлено, на первом этаже 421 метр. Все согласно заданного плана. Все работы идут строго по намеченному плану. Несмотря на холода и снежные заносы, на стройку завозят все необходимые материалы, обеспечивают техникой. Сейчас на объекте трудится 8 человек. Плотники, бетонщики, сварщики и арматурщики практически закончили свой этап. Скоро им на смену придут сантехники и электрики, которые займутся прокладкой систем канализации и водопровода. Качество работы меня удовлетворяет. Строители хорошо осваивают деньги, которые им выделяются. То есть те работы, которые они выполняют, выполняют строго по техническому регламенту. Сюда мы приглашали специально для контроля проектную организацию, которая была также ультарна качеством работ. И вот сейчас мы новый этап, который связан с подготовкой черновых полов, тоже будут приезжать и проектная фирма по окончанию работы осмотреть. Так что сегодня все меня полностью устраивает. Общая стоимость строительства нового визит-центра составляет 56 миллионов рублей в ценах 2012 года. Согласно проекту, в интерьере будут преобладать дерево красных и коричневых тонов. По задумке архитекторов, особый колорит должны внести резные картины на стенах. Самое большое помещение – конференц-зал на 100 мест с аппаратурой синхронного перевода. В проекте предусмотрены комнаты для отдыха и выставочный зал. Специально разработаны места для людей с ограниченными возможностями.